Для того, я считаю, что это для того, чтобы мы изменились в лучшую сторону и были суперпозитивными людьми и несли только радость, веселье и успех и людям, и чтобы люди от нас заряжались. Молодец. Виктор, молодец. Хорошо. Я считаю, можно мне? Да. Я считаю, что самое главное, ради чего все это, я думаю, даже придумано было основателем отцом, это для того, чтобы сделать этот мир лучше. Потому что, к сожалению, сейчас наша планета, скажем так, стоит на грани. И то, что мы сейчас отключили свои новости, но другие люди пока еще их слушают. И поэтому, если мы сейчас не начнем думать по-другому, я имею в виду нас, это вообще в принципе все человечество на планете. Вселенная не позволит, чтобы вот этот вот негатив разрушал Вселенную. И поэтому нам нужно сейчас спасать нашу человеческую цивилизацию. А для этого нужно меняться самим, чтобы менять вокруг свое окружение. И каждый следующий должен менять свое, чтобы пришла вот такая критическая масса, которая поменяет мышление людей. И мы будем жить в другой реальности, в реальности, где нет войн, где нет злобы и негатива. Благодарю. То есть все эти предыдущие упражнения, они нас подвели к самой глобальной, кульминационной теме – это сверхцели. Совершенно верно. Вот все эти упражнения, не просто 200 улыбок, чтобы я там была радостная, пела, была здорова. У людей спрашиваешь, какая у тебя цель, для чего ты живешь, чтобы быть счастливыми, что для тебя счастье. И вы знаете, друзья, оказывается, вот счастье для людей – это разное. Кто-то говорит, чтобы были живы мои родители. Но вот сегодня у меня нет родителей, у многих из вас уже нет, да? Что уже не надо быть счастливыми. Кто-то говорит, ну, когда успешны мои дети, я живу ради них. Я хочу видеть их здоровыми, успешными, счастливыми, чтобы они жили в достатке и так далее. Ну, с другой стороны, ты свою миссию выполнил, ты родил детей, ты их воспитал. Дальше у них идет своя жизнь, и они уже несут свою миссию. И каждый человек, он пришел на эту землю, в этот мир для того, чтобы выполнить какую-то миссию, какое-то свое предназначение. Согласны? И вот знаете, бывает такое, что люди говорят, а я уже от этой жизни не жду ничего хорошего. Может быть, жизнь ждет от тебя, что ты сделаешь что-то хорошее, что ты привнесешь. Ты, как частица Бога, который создан по его образу и подобию, и ты можешь сделать, и должен сделать, раз ты пришел на эту землю, раз ты вступил, должен сделать что-то глобальное. Ты родился из самого начала для того, чтобы ты жил. Что-то идет во вред этой природе. Кого-то убивают, деревья вырубают, создают книги, чтобы мы читали. Создается цивилизация, которая где-то портит кислород, где-то нарушает природу. Так устроен мир, к сожалению. Но ты родился для того, чтобы действительно сделать мир лучше. Не просто кушать, не просто заниматься сексом, рожать детей. Не просто посадить дерево, не просто ходить на работу и возвращаться, кушать, телевизор, да, тахта, тапочки, телевизор. Я часто встречаю людей тех или иных, и я спрашиваю, чем вы сейчас занимаетесь, да, ну вот людей моего возраста, кто-то старше, кто-то моложе. И вот знаете, очень многие люди говорят, просто живу, просто живу. Тут как-то не совсем, да, не совсем понятно, не совсем ответ. А еще больше меня, вот знаете, просто удивляет, когда человек говорит, я на пенсии, чем ты занимаешься? Я пенсионер. И дальше что? Это что означает? Что ты проработал свои там положенные 40 или там сколько-то лет, и все? Ты на заслуженном отдыхе, послушай, если ты еще жив, если ты еще дышишь, ты должен жить для того, чтобы делать действительно этот мир лучше. Маленькие цели, маленькие цели – это преступление против себя, это преступление против человечества. И знаете, когда у человека действительно маленькие цели, то ему любая проблема, она ему кажется горой. Она его вышибает из состояния равновесия, настроения, она его бессиливает. Она делает так, чтобы он впадал в уныние, в депрессию. Но мы знаем, унылый дух сушит кости. И оказывается, что огромное количество людей сегодня, они не имеют сверхцели, примерно 85%. Примерно 95% людей, которые больны алкоголизмом, наркоманией – это люди как раз-таки, которые потеряли смысл жизни, которые не имеют цели. Это же является причиной массовой депрессии, суицида. То есть человек не знает, для чего он живет, он разочарован в этой жизни. Это самое-самое вообще большое преступление против себя, против человечества, против планеты, на которой ты живешь. Знаете, такая вот притча есть, наверное, многие услышали, строители храма, когда у одного человека спрашивают, все делают одно и то же, да, все таскают камни, строят храм. Слышали, да? И вот тут одного спрашивают, для чего ты это делаешь? Он, меня заставляют, я как проклятый таскаю эти тяжести в поте лица, это не жесть, это просто для меня это проживание, это ужасно. Другого спрашивают. Он говорит, я таскаю эти камни тяжелые, занимаюсь этим изнуряющим трудом для того, чтобы заработать деньги, прокормить свою семью. А третий ответил, я занимаюсь этим прекрасным делом, потому что я строю храм любви, я строю Божий храм. И вы знаете, люди так же живут, кушают, пьют, какие-то человеческие выполняют потребности, но вот внутри заложено разное отношение к этой жизни, разное отношение к саму труду. Чтобы быть счастливым некоторым, а что для тебя быть счастливым? Знаете, с самого начала мы попадаем в какую-то матрицу, вот в эту систему, которая многих ломает. И вот почему вчера тема была «Информационный яд», почему Владимир Довгань ее взял? Да потому что как раз-таки вот наш социум, он формирует и очень сильно влияет реклама, которая нам навязывает ценности, которая нам говорит, вот если ты не копишь это, уже даже с детского возраста, фирменная или не фирменная игрушка, дети мои мелкие внучки, оригинал, не оригинал, Боже мой, да? И нам навеивают, вот купи это, потому что сейчас это модно. Если у тебя не будет там самой последней модели айфона, ты лох. И вот представляете, уже со школы дети уже обращают внимание, кто как одет, у кого там что фирменное, не фирменное, лох, не лох. Больше какая-то идет красота внешняя и мода, нежели какая-то красота внутренняя. Все меньше-меньше об этом задумываются. Когда я пытаюсь с ними говорить об этом, они говорят, у тебя другое поколение, вот вы тогда жили так, а вот сейчас там вот типа ты из моды вышла. Я понимаю, что это не только мои внучки, я понимаю, что это сейчас касается вот нашего поколения, которое формирует опять-таки вот эти рекламы, этот телевизор. И я, знаете, вот много читала педагогов, я сама педагог по образованию, много лет в детском доме проработала. Вот за что я была всегда благодарна Владимиру Довганю. В детском доме, вы понимаете, дети находятся, большинство из неблагополучных семей. Это не сироты, а это дети, большинство от лишенных родителей прав. То есть это алкоголики, это наркоманы, это люди, которые сидят в тюрьмах. И вот Владимир Довгань, он выпускал очень много роликов, вы можете найти их на ютубе, именно о вреде алкоголя. То есть многие знают, что когда там сам занимался, у него был бизнес, и он тогда спасал мир от подделки спиртного, от сивушных масел, вот то, что было пропитано тогда в продаже алкоголя. Многие люди от этого травились, умирали. И он делал качественное спиртное. Но как любой человек, который имеет цель, который занимается профессионально своим делом, чем больше он изучал, изучал качество продукции, он понимал, что какое бы ни было качество, что все равно это вредно для здоровья. он остановился, он перестал заниматься, он поменял сферу деятельности, и он выпустил огромное количество видеороликов именно о вреде алкоголя. И он понимал, что этим он еще больше спасет мир. И вот эти ролики я тогда уже высылала родителям своих детей, которых очень хотелось исправить, чтобы они вернулись своим детям полноценными, чтобы семьи восстанавливались, чтобы все было хорошо. И работая педагогом, я изучала труды различных, вот вы сейчас знаете, о многих мы говорим, да, Монашвили, Сухомлинский, Макаренко, есть еще такой Януш Корчак. Вы знаете, для меня это вот просто человек с огромной, вообще с большой буквы, огромной души. И если кто-то не слышал, вы почитайте его. Человек, который еврейской национальности, поляк, врач, и он лечил детей, и у него открылся, он просто был педагог по призванию, даже больше, чем врач. И он работал в детских домах, в детских центрах, и очень много отдавал души детям. Наступила война, и вот этот детский центр попал в концлагерь. Януш Корчак был до конца с детьми. Он как мог их всегда поддерживал, он рассказывал им свои педагогические сказки. И потом наступил вот такой тяжелый момент, когда детей решили отправить в газовую камеру. На следующий день все были поражены тем, что даже, говорят, камни плакали. Эти дети шли с улыбками, эти дети были спокойны, они несли флаг. И так Януш Корчак их обнимал, он с ними разговаривал, все выглядело так, ни в чем не бывало. Один из жителей там, узнав Януша Корчака, сказал ему, вы знаменитый человек, вы замечательный человек, я знаю, вы хороший, вы можете туда не идти. Комендант, я дарю вам жизнь. Януш Корчак сказал о детям. Он сказал, нет, дети пойдут в газовую камеру. Януш Корчак захлопнул дверь, они сели в поезд, и он отправился вот до конца вместе с детьми в эту газовую камеру. До конца был с ними, он их поддерживал. Это была последняя сказка для этих детей, которые шли абсолютно спокойно для того, чтобы отправиться в последний путь, уснуть последним сном. И человек, который мог себя спасти, он до конца не предал, он был вместе с детьми. Вот такая была сверхцель. Макаренко. Макаренко, наверное, вы тоже много знаете, это человек, который исправлял трудных детей, трудных детей, которые попадали в колонию, от которых многие отказывались, он из них взращивал великих людей. Ник Луйчич, все знают, человек без рук и без ног. И он задавал себе вопрос, «Господь, для чего я живу? Для чего ты меня создал таким? Почему так происходит?» и сам себе отвечал, что я рожден таким не для того, чтобы задавать вопрос, почему я такой, а для чего я такой. И для того, чтобы своим примером служить людям и поднимать им дух. Это великий проповедник, который ездит по разным-разным странам и показывает, что в любом положении ты можешь служить этому миру. Человек, который поднимает дух людям, у которых есть руки-ноги и которые говорят, мы устали, я не жду от жизни ничего хорошего. Друзья, жизнь от нас ждет, жизнь от нас ждет много хорошего, много полезного, потому что если мы родились, то мы родились действительно, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы понять, что именно в этом смысл жизни, именно в этом наше предназначение, наша миссия. У каждого из нас есть какие-то способности, которыми мы можем служить. Но хотим ли мы? Или мы выбираем вот такой замкнутый круг, красивый бега, работа, дом, там дерево посадил, молодец, там сына родил, ох, герой. Или мы все-таки понимаем, что дело не в вещах, не в брендах, не в том, чтобы кому-то что-то доказывать и показывать, насколько это там круче других, успешнее, а в том, какой ты след оставишь после себя. Владимир Довгань, он рассказывал, что он тоже об этом задумывался. И будучи успешным бизнесменом, он искал путь духовного развития. Он бросал свой бизнес, он ездил по монастырям, по церквям, по святым местам. Но в это время его бизнес шел на спад. Но были родители, престарелых, была семья, которых нужно кормить. Он опять приходил на путь бизнеса, пока он не осознал, что материально-духовно они друг другу не противоречат. Как бывает, это выставляют церкви, или как какие-то мега-духовники. Я кавычка говорю мега. Они говорят материально, но не нужно. Неправда. Неправда. Это два крыла, которыми ты можешь послужить этому миру и сделать очень много полезного. Это не противоречит друг другу, это укрепляет друг друга. машины, путешествия, дома, деньги. Это все хорошо. Но если это не давлеет над тобой, если это не является твоей основной сверхцелью. Да, сколько ты зарабатываешь, столько ты можешь принести пользы. Да, классно, когда ты путешествуешь. Здорово, когда ты содержишь семью, когда ты можешь помочь окружающим. В то же время нужно понимать, что деньги не должны быть твоими господами, а деньги это слуги. И ты стоишь столько, сколько на самом деле тобой владеет то, ради чего ты живешь. Сколько стоит то дело, которому ты посвящаешь максимально свое время. Сколько стоят те мысли, которыми ты переживаешь, те действия. вот это есть ты. И смысл жизни вот в этом и в твоем постоянном росте, в твоем постоянном развитии и в твоем влиянии на этот мир, на окружающие, в твоем влиянии на людей. Ты идешь по берегу и ты видишь разбитая бутылка, и ты видишь сетки валяются, какие-то стекла, пластиковые бутылки, и ты понимаешь, что это все волной скоро унесет море. Можешь ли ты наклониться и в свой пакет это все собрать и выкинуть в мусорник, не побоявшись, что окружающие люди подумают, что ты тут нанятый уборщик. Что ты еще можешь сделать, кроме того, что ты там прошел и кому-то милости не дал и не задумываясь вообще на пользу это, не на пользу. Знаете, всех исторических героев, всех спортсменов, лидеров их сделало таковыми сильными, мощными именно сверх цели. Именно поэтому они превзошли всех конкурентов. именно поэтому они получили выдающиеся результаты, сверх цель. Сверх цель дает огромную силу, огромную мотивацию, огромную энергию. Кто-то ищет энергию в правильном питании, кто-то ищет энергию в пищевых добавках, еще там в чем-то. И навяли вот это людям. Мне вчера в очередной раз позвонил один, а вот там такой раз такой, если ты хочешь, боже мой, как это вообще заземленно, да, кто-то там еще какие-то пихают эти добавки, отстаньте. Начните наконец заниматься чем-то очень важным, то, что меняет души человека, внутреннее состояние, духовность человека. знаете, очень рада, что Владимир Доган сегодня мой руководитель. Как уже сказала, я много-много лет назад уже его читала, изучала. Мне очень импонирует именно духовное движение, рост этого человека. То, что он придумал, это уникально, это уникально. Мы знаем многих сверхгероев, лидеров личностей, которые ставят глобальные цели, достигая этим, на этой энергии классных результатов. То, что сделал Владимир Доган, это глобально. Это самая, наверное, большая сегодня миссия спасти нашу планету от самоуничтожения. Потому что то, что сегодня происходит, это ужасно. Это действительно людей, многие гоняют в депрессию, психушки пополняются, суицид даже среди подростков. Это ужасно. И вы знаете, происходит это во многом, потому что люди становятся слугами, мамоны. Деньги правят миром, за все отвечает серебро. И как ты используешь эти деньги, не деньги плохо, деньги инструмент, а как ты это используешь, с какой целью, как ты зарабатываешь и с какой целью ты их зарабатываешь. Какая у тебя сверхцель? Вот это очень важно. У меня есть знакомый Виктор Тартанов. Это человек, который сегодня слепой, родился слабовидящим. знает наша Людмила чудесная, может быть, Инночка. Я дружу с этой семьей. И человек слепой, у него недавно родился четвертый ребенок. Он полностью, полностью в осознанности, в просветленности, он деятельный, он пишет песни, он исполняет их. Жена его, да, тоже поэтесса. У них прекрасная дружная семья. и он работает, и он содержит свою семью. Они в Москву уже переехали, он ведет радио, он встречается с талантливыми людьми, продвигает их песни, и сами они создают песни добрые о любви, о мире, о дружбе. И это прекрасно. И вот смотрите, кто-то без рук и без ног, кто-то слепой, они оставляют вот такой вклад для людей. Любой человек, как только им будет вот эта сверхцель, как только он найдет себя, вот что может его изменить. Будь он наркоманом, будь он алкоголиком, только сверхцель может действительно поменять человека. У меня есть очень хороший знакомый, друг, Людмила Пономаренко, его прекрасно знает, Василий Цыган, Василий Лиманский. Это человек, он был четырежды судим, это человек, который был наркоманом, ну, прошел вот такой путь. Знаете, он раньше пел в подъездах, и как-то я шла к своей подруге, он на первом этаже с другим там алкоголик, тот вышел, наливали водку, и Вася пел блатные песни, вот какая доля воровская. При этом имея огромный талант, огромный талант, ведь цыганская музыка это вообще лучшая музыка, это очень талантливая нация. Как они играют, это просто настроено в душе. И вот эта внутренняя сила, которая есть в каждом, да, и просто надо направить в нужное русло. Я знаете, потом спускаюсь от Ирины Луховой, своей подруге, и чувствую, что я прилипла к подъезду, я не могу отойти. Я слушаю эту гитару, эти вот переливы, это все так классно, но я думаю, Вася, у тебя такой талант, ты этим талантом можешь послужить детям, ты можешь совсем другие песни петь, да, прославляющие Всевышнего, да, что-то доброе, хорошее. Я набрала стуху, я зашла в этот подъезд, я с ним заговорила, мы потом вышли, мы пошли, сидели полночи на скамейке, он играл песни, мы разговаривали, но я перепрыгну весь этап, конечно, это было, это было что-то, человек совершенно другой жизни, другого менталитета, он был готов к другому, он немножко смеялся надо мной, но вот если это перескочить, и Людмила знает, и сегодня этот человек, он служит, он играет в церкви, группе прославления, он сочиняет, исполняет песни прославляющие Бога, он ездит в реабилитационные центры, где спасает, работать с людьми больными, наркоманией, алкоголизмом, сейчас, когда недавно умер мой папа, на прошлой неделе были похороны, и я хотела Василия пригласить, потому что он друг нашей семьи, и на 60-летие папы, мы в кафе отмечали, Людмила с нами была, они вместе пели песни, вот, и я не нашла Василия, и я потом узнала, что он сейчас служит в Донбассе, служит как, молитвенно, молитвенно служит, он поддерживает солдат, ведет беседы, он поет песни, поднимаем дух, представляете, как классно, да, человек оставил вот это все, потому что он нашел сверхцель, потому что вот этот дар, который дан ему от Бога, талантище, просто талантище, и он направил нужное русло, не алкоголиков под забором, в подъездах развлекают с бутылочкой, с чекушкой, водки, да, действительно служить, служить людям, вот, по-настоящему стать человеком с большой буквы, и вот, если у нас маленькая цель, друзья, то нам и песчинка, мы об нее приткнемся, но если у нас большие глобальные цели, то и гора нам не страшна, и гора для нас будет как песчинка, и вот именно смысл жизни, вот это и есть источник, основной источник энергии, да, можно сказать, источник энергии, там правильное питание, источник энергии смерть, правый, источник энергии, там обняться с кем-то. Сиротонин – тоже гормон радости. Тоже правы. Получить комплимент, подарить комплимент. Да, да. Природы созерцать. Но самый главный, самый важный источник энергии – он в нас внутри. Для чего я живу? Какая у меня сверхцель? Какой у меня смысл жизни? Я родилась и живу ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Знаете, есть такая притча, когда один лев, по иронии судьбы, он родился в Холиву вместо с баранами. И с кем родился, какое у тебя окружение, таким ты становишься. Поэтому он вместе с ними блеял, вместе с ними убегал от страха, когда какая-то была опасность. И вот один раз старый лев увидел как лев с баранами блеет. И он заревел, он заревел, что есть мощи, что я вижу. Я не верю своим глазам. Как? Как это может быть? Лев бежал вместе с баранами, блеял от страха. И тогда лев сказал, я разорву тебя. Ты позоришь нашу львиную нацию. Мы львы, мы цари земли, цари леса, что ты делаешь? Но лев еще жалоб не заблеял. И тогда старый мудрый лев сказал, пошли со мной. Он подвел этого льва к озеру и сказал, смотри, смотри, кто ты. И лев увидел, что да, это он, царь зверей. И он заревел, как и тот лев. И вот знаете, мы можем смотреть кривые зеркала, которые нас искажают, и занижать свою цинку, и быть слабым, не верить в себя, а можем увидеть, что мы короли, что мы цари этой вселенной. И понять, что нужно двигаться вперед. Знаете, многие, наверное, из вас тоже слышали о таком индийском бедняке, Джаваф его звали, который в пустыне вдруг такая бредовая, смешная для многих была идея. Он решил вдруг оазис сделать. Он решил сделать шикарный лес, чтобы много было зверей разных, птиц. И от него отворачивались. Земля была потресканная, пустыня, какой лес. Но кто-то, наконец, там ему дал 10 бамбуков, чтобы от него отвязаться. И он в центре пустыни посадил один бамбук. Потом рядом, вокруг, и представляете, вот эта вот сила мысли, сила желания, энергии, они стали разрастаться. И 35 лет спустя это место превратилось в огромный лес. Огромный, 6 километров квадратных гектаров, много стадионов. И там каких только не было зверей, птиц. Когда кто-то сказал, давайте вырубим лес, он сказал, лучше вырубить меня. Этот человек, бедняк, который живет в хижине со своей семьей, с тремя детьми, который живет на то, что продает молоко от своих домашних животных, и он говорит, я самый счастливый человек в мире. Как думаете, айфоны его таким сделали, какой-то там лейбл, фирма какая-то на рубашке. Он самый счастливый человек в мире, потому что он в оазисе, он сделал оазис, он в пустыне, из пустыни сделал лес. Не просто там дерево посадил, а у него была мечта, мечта сделать вот такой рай. И он его сделал. Друзья, человек стоит столько, сколько стоит его дело, которому он посвящает себя. Поэтому, знаете, то, что мы с вами прошли, вот эти жемчужины, мы смеемся не для того, чтобы просто набраться гормонам радости. Мы проходим разные тесты, не просто для того, чтобы быть уверенными, быть молодыми, быть красивыми, быть богатыми. Не для этого. Не для этого мы закаляемся, не для этого мы надеваем на себя корсет миллиардера, не для этого. Вот заключительная кульминация, для того мы расправляем плечи, для того мы набираемся силы, для того мы набираемся гормонов радости, для того, чтобы светить этому миром, для того, чтобы выполнить своё предназначение, свою миссию на Земле, и для того, чтобы пока мы живём, пока мы соображаем до последнего вдоха делать что-то хорошее каждый день, выполнять свою миссию, сеять добро, сеять любовь. И все эти восемь упражнений, они нас именно вот к этому подводят. И когда мы все вместе, объединившись, это делаем, то это огромная сила. И если один человек смог из пустыни сделать огромный оазис, лес шикарный, то представляете, что можем мы вместе. Мы вместе — это сила и мощь. Один палец, его легче поломать, да? А вместе мы действительно с силой. Я очень рада, что команда Владимира Довганя растёт, что растут бойцы, растут орлы. Друзья, мы должны действительно шагать по этой планете с мыслью «я дежурка» по планете, не просто с мыслью, а осознанно. Именно осознанные такие миссионеры, бойцы, львы, орлы этого мира. И ребята, если не мы, то кто? Что победит, что перевесит? Материальное, из-за чего сегодня уничтожают природу. Неосознанность, когда человек бросает окурок, ему лень потушить за собой костёр, и сгорают целые леса. Да, кто-то разбивает, разбивает эти бутылки, или пластмассовые бутылки, за которых морские жители погибают. И смотришь это, просто слов нет, думаешь, почему так, как, как у них, почему не болит душа за вот это происходящее, они ещё и тому способствуют. Неосознанность, неосознанность, невежество. Вот что зло. А знание, как говорит Сократ, это добро, это, ребята, наша миссия. Я экспромтом сказала вам чисто в душе, вот как я это вижу, как я это чувствую. Как всегда до слёз. Как всегда до слёз. Спасибо вам большое, друзья. Да, сегодня у нас дыхание слушали тебя. Молодец. Если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста. Добавить можно только одно, что мы должны быть не просто слушателями, мы должны быть делателями. И если сегодня речь Ларисы вдохновила кого-то, а я думаю, что она обязательно вдохновила, да, потому что каждый человек, который касается вот нашей методики, на себе начинает пробовать вот эти изменения, обязательно у него в сердце рождается та искра, чтобы те, кто рядом, тоже зажигали своё сердце и становились лучше, лучшей версией себя, чтобы они зажигали других людей. Сейчас у нас замечательная акция есть, когда человек притыкается, что у него нет какой-то суммы денег, чтобы он...